КТ легких от 14 мая после четырехнедельного лечения. Краткая предыстория. Я заболел 15 апреля, была температура до 38 к вечеру этого дня и последующие дни вплоть до 23 апреля не более 37,5 и только 2 часа вечером. По назначению врача было сделано 6 уколов цифре 3 аксона по 1 грамму и томифлю 5 дней. 16 апреля флюорография. Результат все в норме. Температура с 24 апреля в норме. Общее состояние хорошее. Других симптомов ОРВИ ни ранее, ни впоследствии не было. Перед предполагаемой выпиской самостоятельно на всякий случай сделала КТ легких. Результаты на КТ от 26 апреля 2020. Из плохого. В описании во всех долях обоих легких имеются обширные плащевидные фокусы, уплотнение легочной ткани по типу матового стекла, с тенденцией к консолидации в базальных отделах, счет воспалительной инфильтрации и интерстиция. Степень вовлечения паранхемы легких 25-50%. Остальные данные хорошие. Заключения. Признаки двухсторонней полисегментарной вирусной пневмонии КТ-2. Плевродиафрагмальные спайки обоев гемитораксов. После такого еще 3 дня суммамет и затем 10 дней левофлоксоцин. Прошу вашего мнения по состоянию легких сейчас. Какие отделы поражены? Можно ли считать пневмонию остановленной? И наступила ли стадия реабилитации? Диагностический центр в состоянии аврау. Заключение дает сухо, пояснение давать некогда. Отправляет к пульмонологу. У нас пульмонологов никогда в городке не было. И терапевт один на приеме, остальные на больничном. С уважением. Т. Кафедра лучевой диагностики. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 1960 года рождения. Дата исследования 14 мая 2020 года. Область исследования органа грудной клетки. Контрастное усиление не проводилось. При мультиспиральной компьютерной томографии с использованием реконструкции в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях, построением трехмерной реконструкции органов грудной клетки. Легкие расправленные. Пневмонтизация легочной ткани снижена в заднебазальных отделах. Преимущественно плащевидна до 20-30 мм. За счет инстанциального компонента участков линейной консолидации легочной ткани. Отдельные аналогичные фокусы выявлены по всем сегментам легких. В базальных сегментах легких сформированы фиброзные тяжи. Ход и проходимость трахеи главных и долевых сегментарных бронхов не нарушены. Средостение не смещено и не расширено, но в образовании в нем не визуализируется. Внутри грудные лимфатические узлы не увеличены обычной формой и структуры. Жидкости в плевральных полостях не выявлено. Костных, травматических и деструктивных изменений не определяется. Сердце аорты без особенностей. Диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. Делоключение. КТ-картина. Двухсторонний полисегментарный вероятно вирусной пневмонии. Умеренной степени тяжести КТ-2. Стадия разрешения. Рекомендована консультация терапевта. Ассистент кафедры. Кандидат медицинских наук Котов МА. Комментарий врача-рентгенолога. У вас пневмония умеренной степени тяжести КТ-2. В процесс вовлечено около 30% объема легких. По данным КТ от 14 мая 2020 года свежих фокусов инфильтрации у вас нет. Есть признаки разрешения пневмонии, то есть идет процесс обратного развития заболевания. Остаточные явления на КТ будут видны долго, до года. Поэтому торопиться с контрольным КТ не нужно. Надо продолжать лечение. В целом вы выздоравливаете. Вопрос с пациентки. Добрый вечер. Спасибо за подробный анализ результатов КТ. Прошу уточнить формулировку. Уйдет процесс обратного развития заболевания. Означает ли это, что процесс воспаления возобновился или что он завершился? То есть продолжать антибиотики или заниматься реабилитационными процедурами? Проголодарственный ростов обязательно оставлю. С уважением, Т. Ответ рентгенолога. Процесс обратного развития значит, что острый период воспаления, нарастание воспаления прошел. Активного инфекционного процесса по данным КТ сейчас нет. Вам нужно заниматься реабилитацией. А по продолжительности курса антибиотиков вам скажет лечащий врач. Она стандартна. Если назначена 10 дней, то надо все 10 дней пить их, несмотря на данные КТ. Цифра 10. Условность. Редактор субтитров А.Семкин